ОШИБКА ДЛЯ СИСТЕМЫ Его клеймить хотят в раба обмана. В разносчика клевет и ересей. Готовы рвать, таскать зубами мясо. Уж носит плоть от метины зубов. Он в мир несет святое имя Спаса. И истинно христианскую любовь. Его колючкою уже не раз душили. И молотом пытались бить и гнуть. И звездами бессмысленно звездили. Но крест отнять никто не смог дерзнуть. Достоинства с лица сбривали тщетно. У христиан вся мука за Христа. Он даже в папке жил, где же там секрет. Он ставит отпечаток от перста. Ведет нас всех ошибкой для системы. К тому, кто сделался главой угла. Сквозь время, скорби, смуты, перемены. Стоит каленая, чуть гнутая игла. Автор стихотворения Екатерина Можина. 28 января 2021 года. Мы живем для Бога. Живем один раз. Не бойтесь умереть. Самое главное. Страхи от того, что боятся умереть. Первые христиане, они шли с радостью на это, как вера, надежда, любовь. 8 лет, 10-12. Девчонки. И они не уступили ни в чем. Какие муки были. А вспомните 7 глава 2 Маковейская. 7 сыновей казнили. 7 ни одного сына. Как резали пальцы. Как раздробляли руки. Выкололи глаза. Как они жарили их. А мать стояла рядом и уговаривала. И он видит, что уже последний. Ты будешь уговаривать? Она говорит, буду. Сынок. Братья твои уже получили награду. Немного осталось. Все члены вернутся на месте. Будь верен Богу Иегове, который дал нам веру. И он сказал, что вы ждете? Казните меня. Вот ответ. Нет, не бойтесь смерти. Мы все умрем. Царя бы не расстреляли. Все равно бы ему сейчас уже 150 лет было бы. Ну не жил бы. А живем один раз. И поэтому, что нам Бог допускает? И за что, и как? Всегда благодаря. Они справедливо говорят. Да простит Господь их. И не умеет их на суде Божьем безумие. А ты окажи любовь. Спасибо.